Вот посмотрите, пожалуйста, что у нас произошло за последние 8 лет нашей родной Россиюшки. Вот ровно то, о чем я говорю, да, у нас происходит очень быстрая концентрация населения буквально в некотором числе городов. Другое дело, что нам нужно выбрать просто, не знаю, 20-30 городов, потому что сейчас у нас все сводится к тому, что люди либо едут в Москву-Петербург, либо просто переезжают в ближайший город, в котором хоть что-то есть. Нужно сделать там, не знаю, буквально штук 30 городов, которые можно реально превратить во что-то крутое, в которых можно там, не знаю, городскую среду создать, там хорошие образовательные центры, научные центры какие-то. Тем более, что в Новосибирске, там, в Екатеринбурге, в Казани, там, не знаю, да тоже в Нижнем Новгороде, в Воронеже уже такое есть. И на них сосредоточиться, да, остальное, значит, финансировать по остаточному принципу. Почему? Потому что люди, которые живут в вот этих остальных регионах, должны иметь возможность переехать вот в эти крупные центры. В той же самой Америке в сельском хозяйстве занят 1% населения, ну, 1% рабочей силы даже, не населения. И этот процент продолжает снижаться. Ненормально то, что люди уезжают из сельских районов. Там все равно не может быть большого количества рабочих мест. Потому что все равно развиваются технологии, сельское хозяйство у нас один из немногих секторов, в котором продолжается быстрый рост. И все равно там будет все меньше и меньше рабочих мест, потому что будет все больше и больше рабочих места замещаться технологиями. Это неизбежно. Нужно, чтобы люди имели возможность из этих сельских районов переезжать в хорошо обустроенные города, где они будут себя чувствовать горожанами. В агломерации, в которых будет по 2-3 миллиона человек, потому что в агломерации 2-3 миллиона человек, можно сделать все для комфортной жизни. Там может быть, не знаю, опять же, хорошее образование, действительно хорошее образование. Вот не те, значит, наши региональные вузы, какие сейчас есть, да, а там сделать, не знаю, 30 региональных университетов, которые, значит, идут в паре с техническими институтами. Вот сделать, чтобы 30 было, значит, университетов плюс 30 институтов. Все. Ну да, мы не можем поддерживать вот эту гигантскую сеть, значит, из огромного количества вузов. Там во многих из них просто образование сейчас на чудовищно низком уровне. Там, значит, не можем мы их все поддерживать. Давайте выберем там 60 штук, которых у нас будет реально хорошее образование. Вот реально хорошее образование там с... Это будут полноценные университеты. Вот, не знаю, в Российской империи там, например, университетских городов было 10 штук на всю страну. Да, страна была, значит, там с низким уровнем грамотности и все такое, но это были реальные университеты. Там качество образования в Казанском университете каком-нибудь или в Одесском, оно было не ниже, чем в европейских вузах. Это были реальные хорошие университеты, да. Вот, давайте, может быть, так сделаем, да, давайте, чтобы в этих городах там была возможность, не знаю, пойти в любой какой-то, не знаю, развлекательный центр, найти себе хорошую работу, в том числе, там, работу инженера, да, а не просто там автомойщика. Найти себе хорошую тяночку. Это совершенно верно, да, значит, вот, значит, чтобы там была хорошая медицина, да, чтобы не обязательно было там, если у тебя, не знаю, инсульт, ехать за 200 километров, да, значит, чтобы там было, что еще там должно быть? Да, опять же, как театр какой-нибудь хороший, да, ну и так дальше, чтобы там была промышленность какая-то более-менее современная. Там не должно быть, значит, какие-то гигантские металлургические заводы. Металлургические заводы должны существовать там вне больших городов. Работники этих металлургических заводов должны получать намного больше денег, чем обычные рабочие. Наверное, это имеет смысл регулировать. Наверное, в этом смысле как раз можно там поддержать Навального, который предлагает 25 тысяч минималка, потому что когда, конечно же, работник на металлургическом заводе получает 20 тысяч рублей, это издевательство или там на угольной шахте. Это невозможно, недопустимо и так дальше. Вот, значит, это должны там планы по превращению Магнитогорска какого-нибудь в огромный там мегаполис, как сейчас там. Давайте мы увеличим население Магнитогорска на 100 тысяч человек. Зачем? Для чего? Чтобы 100 тысяч человек дышали вот этой всей дрянью? Там должны оставаться люди, которые обслуживают металлургический завод и получают большие деньги, реально большие деньги, чтобы им там оставаться. Все. Остальные должны уехать там, не знаю, в Екатеринбург или в ту же самую Уфу, тем более из Уфы там такие кочевники замечательные выходят. Вот, значит, не знаю, куда там еще, может быть, в Самару какую-нибудь, прекрасный город, между прочим, вообще великолепный климат, природа и так дальше. Там двигатели делают ракетные и так дальше. Слушай, тебе возражают, вот в чате пишет Денис Олегович. Народу на селе нужно медобеспечение и среднее образование, а все остальное они сами могут создать, вырастить и прокормиться. Ради бога. А послушайте, значит, медобразование, а они будут за это сами платить или за них их должны тащить? Я отмечу просто, чисто перебивая вата, что есть у нас регионы, сельхозрегионы, такие, например, как Краснодарский край. Так вот, там нет проблем с медицинским обеспечением в станицах. Вот я был в станице Кущевской, там есть все. Ну, это, кстати, не деревня, это здоровая такая, ну, это город фактически, там 50 тысяч, что ли, живет. В Белгороде тоже, во всех этих городках тоже все есть, и дороги там неплохие. Потому что это реально сельхозрегионы, где выращивается огромное количество продукции. То же самое там касается всех остальных регионов. Там, да, да, там надо побеждать, конечно, коррупцию, там очень много таких проблем. Но в целом, там, да, там понятно, за какие деньги все это можно содержать. И действительно, там люди могут сами себя обеспечить просто своим трудом, потому что они занимаются предпринимательской деятельностью. Ну, в сельскохозяйственной сфере, ну, какая разница, да? Понятно. А если мы говорим, например, про деревню в Новгородской области, то есть, да, определенные сомнения. Потому что там фактически... Ну, как вы можете, конечно, как вы можете содержать там нормальную сеть больниц, если вам просто нужно гонять скорую помощь, там, для каждого больного 100 километров в одну сторону стоит. Нигде в мире нет, значит, там, высококачественной медицинской... В Америке нету где-нибудь там на Среднем Западе, да, значит, там такого, что каждый житель этих деревень, там, каких-то, значит, ферм на этом Среднем Западе пользуются такими же качествами, такими же по качеству медуслугами, как жители, не знаю, Нью-Йорка или Бостока. Это невозможно сделать физически. Не, он может быть и пользуется, но он едет в больницу, соответственно, в город. Ну, он едет в больницу, да, естественно, да. А сколько он до этого города будет ехать, естественно, если он там, у него тяжелая болезнь, он просто туда не доедет, пока он туда будет ехать. Это невозможно сделать, просто физически невозможно обеспечить, значит, там, ситуацию, при которой, не знаю, на тысячу километров квадратных живет 100 человек, невозможно их обеспечить высококачественным этим самым медицинным. Я уж не говорю о том, что даже если это сделать, это будет стоить таких бешеных денег, что это село у нас всегда будет вечным вот этим самым на горбу висеть. Да, значит, почему бы не сделать так, чтобы эти люди из вот этого вот самого села... Нет, ну хорошо, если они хотят там жить, ну извините, да, в конце концов, почему им должны, значит, обеспечивать какие-то, значит, не знаю, там, обеспечивать им медобеспечение, да, значит, которое будет стоить там в 40 раз больше, чем налоги, которые они платят. На основании чего? Ладно бы там не было никаких... Ещё раз, да, если речь идёт о деревне где-нибудь в нормальном аграрном регионе, где это реально всё работает, там вопросов нет. А если речь, например, идёт о Новгородской области, тоже, ребят, вот... Я просто сейчас, ну, бывает, мотаюсь туда в ту сторону, там есть деревня, где живёт 20-30 человек. Да, они сами себя кормят, но живут они фактически на пенсии своих стариков. Там никто ничего не зарабатывает вообще, ну потому что там нет никакой работы. Это же чудовище, на самом деле. Пенсии своих стариков, буквально, и на то, что они вырастут. Не, абсолютно. То есть, вы просто не... Те, кто про это пишут, да, я не знаю, как бы, откуда он что знает, но если посмотреть, как же вот люди вот в этих деревнях, да, значит, заброшены, там происходит настоящая деградация. Ну, просто по той причине, что все, кто работящие, да, как в прежние времена было, понятно, что там в деревне были и пьющие, и какие-то бедняки, да, ну, были, значит, те, кто много работал и так дальше. Сейчас просто все те, кто хотят работать, все те, кто хотят что-то делать, они из деревни уезжают, элементарно, тупо. И там те, кто остаются, там происходит чудовищная деградация, там люди просто, ну, не знаю, в каких-то американских гетто люди, наверное, лучше себя чувствуют, чем там. То есть там реально идет просто деградация людей, их нужно спасать тупо, элементарно. Ну, да, бывает так, что люди оказываются в таких ситуациях, когда они деградируют, ну, вот бывает такое, да. То есть, как бы, ну, вот, да, вот, вот если человека оставить в такой деревне, да, он начинает деградировать. Вот, нет, конечно, можно замечательно рассказывать про великолепные сельские общины. Вы там поживите некоторое время, вот хотя бы годик. Вы там начнете выть от безнадёги, от безысходности, от желания хоть куда-то оттуда. Знаете, это очень приятно, там, первый месяц жить в такой деревне. Там через месяц начинаешь просто вот выть на луну. Вот, значит, ну, или просто там превращаешься в такого вот овоща, который реально живет на бабушкину пенсию, и там выращивает что-то у себя в огороде, чего ему хватает, там, на... То есть, я ещё раз пытаюсь объяснить идею, если действительно есть в селе, там, какое-то производство. Ну, потому что понятно, что, да, в деревне можно не только, там, коров даете, можно заниматься, например, лесом или чем-то ещё. То какие проблемы? Там есть налоги, с которых, собственно, и должна содержаться вся эта деревня, должна содержаться инфраструктура. Никаких вопросов нет вообще. Но большая часть деревень, к сожалению, она уже фактически... Ну, насколько каждый год исчезает населённых пунктов? Ну, понятно, да. А это просто естественный процесс. Ну, к сожалению, да, оттуда надо людей эвакуировать. Если речь идёт о деревнях живых, где есть какие-то производства и так далее, то тут, собственно, ну, проблемы в институтах, да, то есть надо сделать всё, чтобы деньги не разворовывались, и чтобы деньги, которые выделяются на строительство дороги, на которую, собственно, были собраны налоги у людей, чтобы они не разворовывались, чтобы была построена дорога и так далее. Но главное, чтобы у этих людей, да, которые живут в этих вот умирающих маленьких городках, в этих деревнях, была возможность приехать в... Понимаете, очень хорошо жить где-нибудь, там, не знаю, в Москве, или хотя бы, не знаю, там, в Питере, в Новосибирске, и рассуждать о том, как мы будем поднимать деревню. Вот это очень хорошо, как бы, сидеть со стороны и про это рассказывать. Нет, он пишет, что он сам из деревни, что вот у нас, говорит, там есть производство. Ну, это, значит, тем более плохо, если у тебя нету, как бы, если ты из такой маленькой умирающей деревеньки, и, значит, ты не хочешь переехать, это, ну, я вряд ли у тебя до интернет был. А вот он пишет... Если ты большой какой-то... Слушай, деградировать люди начинают без работы, без школ, без дорог. У нас вокруг леса, поля всё заброшено, колхоз распустили, и всё, трындец. Чувак, а вот, например, в Белгороде нихера ничего не распустили, потому что там это имеет смысл делать, потому что там, блин, деньги можно зарабатывать на сельском хозяйстве. Там климат другой, там земля другая, понятно. Там земля другая, да, там климат, там не болото, а там чернозём, там летом, блин, лето, там априкосы растут, и вот это всё. И там, да, там имеет смысл заниматься сельским хозяйством, как в Тамбове имеет смысл там заниматься разведением этих коров, да, и продавать потом эту мраморную говядину. Ну, ты ничего с этим не сделаешь, но времена немножко изменились. То есть, в своё время, да, люди жили в Новгороде, да, было дело, жили и гоняли там всяких немцев и шведов, было дело, да. Времена немножко, к сожалению, изменились. Тут ещё другой момент, да, значит, в том, что, ради Бога, если, значит, то же самое сельское хозяйство вполне себе эффективно даже на севере функционирует, если оно, значит, находится в, ну, как и везде, на самом деле, это не только касается, значит, России, да, если оно находится в пригородах больших городов. То же самое голландское сельское хозяйство или, скажем, датское. Почему оно настолько эффективно, да, потому что датчане, они там производят молоко, которое потом на корабле, значит, за сутки приходит в Лондон. Лондон уже там полтора века подряд, он пьёт датское молоко. В результате в Дании чрезвычайно высокоэффективное, значит, богатое сельское хозяйство. Там в расчёте на одного работника Дания находится на первом месте в мире по выпуску сельхозпродукции. Значит, вот. Вот, всё замечательно с этим, всё великолепно. Вот, значит, да-да-да, что я хотел сказать. Вот, то есть с этим всем, конечно, всё хорошо, вот, но, значит, если у вас есть рынок какой-то огромный, ну, как, значит, у датчан есть гигантский рынок сбыта в виде Лондона, куда можно доставить, ну, Дания, это же вообще страна островов. А вот ты вырослил, это, значит, самое своё молоко, потом его быстро доставил в порт, и оно, значит, уже на следующее утро на столе у какого-то английского клерка. Лондонского. Всё замечательно. То же самое Голландия, да, которая тоже снабжает там своими продуктами, окружающие там Западную Германию, ту же самую промышленную, да, значит, Северную Францию, тоже там Париж, тот же самый Лондон, ну, значит, те же самые голландские города, значит, исторические огромные центры. Всё великолепно, значит, голландское сельское хозяйство, оно, значит, тоже одно из самых эффективных в мире, замечательно. То есть, опять же, в пригородах больших городов всё это вполне себе работает. Те же самые дачные посёлки и всё, что угодно. Но представление о том, что, значит, представление о том, что деревня, которая находится там за 300 километров от ближайшего там города, ладно за 300, за 500 километров, за 800 километров от ближайшего города-миллионника, она, значит, где, значит, там совершенно климатические условия, которые не способствуют развитию сельского хозяйства, что такая деревня, значит, если ей дать, не знаю, что ей дать, современную больницу, она вдруг превратится в процветающий рай, и превратится она в процветающий рай. Все равно там не будет никакой работы, и люди будут... Я уж молчу про то, что туда ни учителя нормальные, сами не захотят ехать, ни врачи, потому что зачем, блин. Вот как вы представляете себе, значит, хорошего учителя, который много учился где-то в городе, да, в хорошем университете, который поедет в эту деревню за 800 километров от города Миллион. Вот как вы его себе представляете? Просто это работает с военными. Вот с военными это работает. Военного можно отправить в тайгу, да, но потому что он военный, во-первых, он не имеет права отказаться. Потому что он выходит на пенсию. Да, во-вторых, он выходит на пенсию, да, там, ну, сейчас 50 уже, в 50. Но разницы это не меняет, да, ну, человек как бы за это получает деньги, он изначально знает, на что идет. Какой смысл там врачу действительно, который окончил нормальный университет медицинский, который пахал в этом универе ради диплома въехать в итоге куда-то там к черту на рога. Самое главное, еще раз, да, есть принципиальная разница между деревней, где действительно у людей есть работа, где люди работают. Ну, просто маленький населенный пункт, там живет не 500 тысяч человек, а 10 тысяч. Ну, вот в Белгороде такие деревни, в Белгородской области. В Краснодарском крае такие станицы. Там станицей называют фактически маленький городок, где есть вообще все. Ну, это понятный. Дело в том, что Краснодарский край – это рай. Это правда. Краснодарский край богат. Это правда, да. Ладно. Нет, конечно, как бы выделить там три десятка городов, которые действительно имеют перспективы, которые действительно можно превратить в полноценные, хорошие города с населением там в 2-3-4 миллиона человек, в которых, значит, уровень жизни… С малыми городами что делать? Ну, что делать с малыми? Какие-то города могут там выживать в качестве туристических, да, там будут оставаться все равно люди, которые, не знаю, влюблены в эти города, значит, и все равно там будет туризм, понятное дело. В каких-то городах, может быть, это, не знаю, вахтовые, например, города, да, там, где-нибудь в Западной Сибири. Вот. Ну, что поделать? Ну, так происходит, да. Какие-то самые древние русские города, конечно, нужно консервировать, конечно, в них нужно развивать туризм, чтобы в них продолжалась какая-то жизнь, конечно же. Да, может быть, делать там… Ну, типа Вышнего Волочка, кстати, ты был в Тверской области? Ну, да, да, великолепный. Арзамас, например, потрясающий город. Арзамас – это вообще какой-то русский брюггер. Вот такие вот города, которые, значит, с которыми связана там наша история, не знаю, наше прошлое, конечно, их нужно хотя бы как туристические центры как-то сохранять, чтобы, по крайней мере, в них тепло за жизнь. А какой-нибудь город, построенный там во время индустриализации, который сейчас уже, ну, не нужен, ну, вот когда-то он был нужен, сейчас не нужен, ну, вот так бывает. Когда-то люди там переехали сто лет назад, ну, вот не нужно. Там ничего интересного в нем нету, кроме барак, хрущевок и еще чего-нибудь, да. В нем нет ничего, как бы, ценного такого, что он стоило бы защищать любой ценой. Опять же, в отличие от какой-нибудь Суздали или там Вышнего Волочка, которые, понятное дело, там такая ценность. Я, если честно, очень сильно поражаюсь тому, что происходит в Тверской области. Я был в Новгороде, я думал, что Новгород-то похуже будет. Нифига, Новгород более-менее выглядит все. То есть, Твери, это какая-то вообще, я, ну, такое ощущение, что оттуда просто забрали все деньги, увезли всех людей, там остались люди, у которых отбирают регулярно все деньги, и поэтому не на что отремонтировать. Нет, там центральная улица прикольная в Твери. А все остальное, особенно вот эти маленькие городки Тверские, это просто ужас. То есть, в Ярославле, например, когда я был, в Ярославле там стараются, то есть, это видно, что в Ярославской области вот есть такие, ну, там в Калуге, да, пытаются, значит, что-то там делать такое, да. Ну, вот в Туле, например, вот этот охранник Путина, он там, ну, ему дали, значит, карт-бланш, он тоже там что-то делает, там, что-то. А есть, конечно, такое, что, ну, вот, есть такое, что просто, ну, в Казани, понятно, там что-то пытаются, да, тоже, там не так много есть, но, тем не менее. Да, какие там, Том Сойер и так дальше. А есть, конечно, вот Тверская с этот самый, господи, какой он, Смоленская область, там, 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 задница, конечно. Вот если бы туда, вот в эти города направить деньги, которые сейчас уходят, размазываются ровным слоем, было бы куда как. Ну, ладно, пойдем дальше. Все, давайте, что-то мы заговорились на эту тему. Просто бабальная тема, да, давайте посмотрим. Боже, царя храни, сын и державный, царствуй на славу, на славу нам.